До выборов местные органы власти осталось чуть меньше полугода, но первые скандальные кампании уже начались, и нокаут борьбы за избирателей обещает быть высоким. К примеру, предвыборная платформа партии «Реформ» в Таллине предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык, причем начиная с детского сада. Это значит, что реформисты хотят принципиально изменить систему образования, чтобы дети буквально с пеленок попадали в эстоноязычную среду обучения. В результате, как считает Кристан Михова, исчезла бы почва для противопоставления эстоны и русскоязычных людей. С таким заявлением кардинально не согласны таллинские власти. Вопросы, регулируемые законодательством, не решаются на муниципальном уровне. Во-вторых, к сожалению, каждый раз мы сталкиваемся с одними и теми же тенденциями. Перед выборами обостряются вопросы, так или иначе имеющие национальный окрас. И здесь, как мне кажется, основной упор делается как раз-таки не на вопрос образования, а на вопрос языка. Это, безусловно, печально, что ничего конструктивнее в партии «Реформ» перед выборами придумать не могут. Свою позицию в отношении заявления реформистов высказала и нынешний министр образования Майлис Репс. Политик отметила, что это политический лозунг, который несколько месяцев спустя после потери политической ответственности невозможно принимать всерьез в качестве предложения. Репс также выразила сожаление, что система образования в очередной раз стала некой разменной монетой. И касающиеся этой темы вопросы поднимаются только в преддверии выборов и в политическом контексте. Министр образования Эстонии также отметила, что партия «Реформ» 17 лет напрямую оказывала воздействие на жизнь в Эстонии. Причем значительную часть этого времени она также обладала ведущей ролью в качестве партии премьер-министра. И ни разу за годы эта тема не обсуждалась по существу, а образование уделялось внимания в последнюю очередь.